Вот это как раз тот класс, в котором все сдавали экзамен по фортепиано. И зачёты, конечно. Выглядело это так. Я захожу на экзамен. Здравствуйте. Смотрим я здесь. Садитесь. Спасибо. В общем, представьте, что вы играете. Играем тататататат, бартак, там что-то ещё. Всё. Начинайте. Всё, начинаем. Главное, глаза должны быть выразительными. Вот эти все жесты руками, они так приветствовались, кстати, приёмной комиссии. Просто у меня невозможность. Я ночной хулиган, у меня есть талант. Я крутой музыкант, и я вечно пьян. Днём крутой музыкант поражал воображение преподавателей. Вечером вечно пьяный талант совершенствовал вокал на общежитских пирушках. Обычные студенческие будни, неизбежные для многих поколений. Недоваренная курица, вытащенная из чужой кастрюли. Пачка сигарет, вымененная на двухчасовой просмотр МТВ. Скопленные деньги, вложенные в непозволительно дорогой музыкальный центр. И неподражаемый голос у Этни Хьюстон в наушниках. А ещё обязательно он. Беспробудный сон после бурной попойки. Я помню, у нас был день рождения, у одной пианистки Жанна её звали. И у нас была комендантша, которая ходила очень строго. И, кстати, можно было вылететь из общежития за какие-нибудь такие неблагоприятные истории. И, значит, стук в дверь. А мы дошли до такого состояния, что бросались тортом. Бросались тортом. Жанна совсем уже себя плохо стала вести. И на ней сказался алкоголь достаточно серьёзно. Ну, в общем, мы не могли открыть, потому что вся комната была в торте. И остается дверь, и кусок торта летит прямо в неё. Скандал, конечно, такой не из никаких запомненных. Билан 2005. Кефир вместо алкоголя. Дыхательное упражнение вместо веселящих сигарет. И три концерта в день, пока голос не осипнет. В выходные студия. Три года строгого режима под окрик матерого надзирателя с хищной улыбкой. Он о нём мечтал, он его получил. Успех по фамилии Айзеншпис. В самом начале всё шло вот именно так, как я хотел. Мне даже иногда становится страшно, потому что мысли настолько материализуются. И вот те мелочи, которые я себе представлял, именно в таких мелочах они избывались.